Медалист первой школы Григорий Кисляков сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. К экзаменам юноша готовился в школе и самостоятельно. К помощи репетиторов не прибегал. Я готовился очень просто. Я в 10 классе посмотрел, пробник по информатике, понял, что в принципе ничего сложного там нет. И мне хватило бы трех недель. Так я и сделал. Я начал готовиться примерно в середине июня. Все проработал задания, которые у меня получались не очень. И по итогу сдал на 100 баллов. Помимо информатики Григорий сдавал профильную математику и русский язык. Теперь ждет результатов. Дальнейшую учебу хочет продолжить в Санкт-Петербурге. Все зависит от того, какие придут мне экзамены по русскому. Очень я за это переживаю, потому что непонятно совершенно, сколько баллов будет. Может 50, может 100. Если все будет хорошо, я планирую поступить в СПБГУ, в государственные университеты. Надеюсь, буду там успешно учиться. В школе, где учился Григорий Шутят, 100 баллов за ЕГЭ – это наследственное. Несколько лет назад наилучший результат по информатике показал брат молодого человека. По словам директора учебного заведения Юрия Канева, когда ученики стремятся к знаниям, с ними приятно и интересно работать. Для нас это радость, потому что не каждый далеко год у нас сдают учащиеся на 100 баллов. И самое интересное, что и брат Григория, Данил Кисляков, в свое время тоже сдал информатику на 100 баллов. Поэтому он идет по пути брата. Но брат у него набрал еще по математике 99 баллов. Посмотрим, сколько он уверен на математике для сравнения. Радует, что есть одаренные дети. Ну и, наверное, хочу сказать спасибо учителям. А в первую очередь, конечно, учителям информатики Людмила Сына-Пилуцкая, потому что она, в общем, занималась с Григорием. Как говорит мама выпускника, секрета воспитания из Табальника никакого нет. Я вообще считаю, что главное – это любить своих детей и доверять им. Все, это вот два основных параметра для того, чтобы дети были успешные. Мне кажется так. По информации Ненецкого регионального центра развития и образования, экзамены по географии, информатике и литературе сдавали 59 выпускников округа. Из них 11 человек набрали более 80 баллов по вторичной шкале оценок. Уже в понедельник станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку у тех ребят, кто сдавал экзамен 6 июля. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал Север.